Друзья, мы находимся в Алтай Пэлос. Проходит первый день в Russian Poker Tour. За нашими спинами полная посадка. Идет первый стартовый день турнира Russian Poker Championship. Рядом с вами Булат. Привет. Привет, Маша. Булат только что приехал из Алматы. Два дня заняла дорогу. Почему так много? Ну, потому что мы относительно поздно уже решились поехать на эту серию. Я отобрался, получается, в воскресенье. Ну, выиграл пати-покер. Лайф-мани. Лайф-мани, да. И, собственно, буквально вот я их выиграл. В понедельник мы уже начали решать вопросы с билетами. Поездов не было билетов. Самолет тоже очень сложно. Ну, с Алматы. И мы решили, в общем, друг говорит, давай на автобусе 25 часов. А, ты еще и на автобусе ехал? Да, да, да. Он говорит, 25 часов на автобусе. Я говорю, это будет сложно. Он говорит, да ладно, нормально. Я не боюсь сложности. Да, да, да. Я говорю, давай по теме. Я говорю, ну, давай. Взяли билеты. Сколько стоят билеты? Ну, билеты недорого. Теньго это стоит 14 500 в рублях. То есть, это где-то, ну, в районе 3000 рублей. Это, получается, Алмата, Барнаул. Ну, еще с Барнаула надо дальше добираться. Ну, в общем, мы приехали на вокзал. 25 часов в автобусе. Это они нам сказали. А ехали мы, получается, ну, двое суток. То есть, практически двое суток мы ехали 40 часов. Слушай, ну, я бы была убита морально и физически. Так как себя чувствуешь? Ну, на удивление чувствую себя нормально. Вот мы немножко поспали, решили, чтобы график себе не сбивать. Встали пораньше, вот, разведать здесь, посмотреть все, чтобы лечь сегодня пораньше. И завтра день 1Б. Как говорится, в бой. Классно. Расскажи про PartyPokerLifeMoney. Что именно ты играешь? Как часто? На самом деле, играю редко. Последнее время я играл год назад. Пытался отбираться. Доходил до 530, до фазы 530. Дальше эта фаза была на 10300, по-моему. Ну, там я вылетел. Ну, потом как-то я онлайн вообще играю редко. А в этот раз нормально. Кликт коллект, один доллар. Да, ну, ты с кликант коллект сюда отобрался? Да-да-да-да. Я кликнул, мне один доллар. Ну, там степы, в принципе, играют. Все закрутилось. Да, там степы играть несложно, в принципе, если знаешь стратегию. Отобрался, отобрался потихонечку. И воскресенье, 109 на 1100. Было сложновато, конечно, играл 5 часов, но нормально. Сколько этого играл, получается? 1100 условных. Ну, как бы, примерно так. Ты будешь в мейн играть или что-то еще? Ну, мы планируем сыграть три турнира. Сыграю РПЦ, мейн-эвент, сателлит на хайроллеров. Ну, и там, может, еще что-нибудь помимо. Ну, и в кэш. Круто. Классная история. Расскажи, как поживает наш дорогой, любимый казахский покер? Мы скучаем, сколько мы уже в Казахстане. Года два не были точно. Ну, у нас немножко, конечно, грустно все стало. Как бы, игры нету. Такого покера, ну, в целом немножко на спад пошел. Ну, наши ребята выезжают. И на Кипре результаты есть. У нас в Сочи неплохо выступают. А в целом, ну, ситуация не очень. У нас вот в основном электронные столы вот эти. А вот расскажи, как развивается сейчас? Говорят, да, вот в Казахстане бум электронных столов. То есть это такой же абсолютно покер, но просто игра идет... Ну, как это все выглядит? Я даже не представляю. Это электронный стол. Он примерно выглядит так же, как живой. Такой же формы. Есть столы на 10 макс, а есть столы на 8 макс. Все. Ну, получается, это грубо такой микс между оффлайном и онлайном. То есть ты сидишь, играешь, так же нажимаешь кнопочки, все. Нету дилера, но в то же время есть оппоненты, на которых ты можешь смотреть, играть. В целом, как бы нормально, там процесс игры быстрее идет. Ну, так как нету дилера, то есть ты больше раздачи играешь. Ну, все равно люди скучают, конечно, по живой игре, там, карты, фишки. Поэтому немножко не то, но как альтернатива можно. Спасибо тебе большое. Мы желаем тебе удачи в трех турнирах, которые ты выбрал. И будем за тобой следить. Спасибо.